Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс, где на ежедневной основе мы постим аналитический контент, общие новостные сводки, конкретные технические рекомендации с учетом технического анализа. В общем, информации достаточно. Я думаю, что будь вы сторонниками фундаментального анализа, техническую информацию вы найдете. Ну что, сегодня у нас последний торговый день этой недели, если, конечно же, не брать в расчет возможность торговли криптовалютами в выходные. Но говоря про традиционные финансовые инструменты, за которыми мы преимущественно и следим, сегодня у нас очередная весьма волатильная торговая сессия. Я могу это точно сказать заранее, потому что впереди отчет Non-Farm Perils по состоянию американского рынка труда. Я надеюсь, вы помните, знаете, на основании тех анализов, которые мы проводили ранее, аналогичного отчета, как правило, доллар активно реагирует на эту статистику. Non-Farm один из основных индикаторов состояния американской экономики. И сейчас, когда всех интересует, насколько далеко в плане жесткости монетарной политики может зайти американский регулятор, конечно же, каждый отчет, который влияет на экономику, анализируется, интерпретируется с точки зрения того, будет ли это аргументом или нет в пользу как раз дальнейшей решительности Федрезерву. По прогнозам, сегодня нас ожидают нейтральные, скажем, цифры, около 400 тысяч новых рабочих мест. Я считаю, что это неплохо, учитывая, какая сейчас общая экономическая ситуация. Уровень безработицы может снизиться до 3,5% с 3,6%. Фактически у нас впервые, друзья, с 2020 года появится возможность говорить о максимальных показателях занятости с учетом тех свободных ресурсов, которые есть в американской экономике. То есть еще ниже уровень безработицы, причем незначительно, на 0,1% был только до ковида. И ранее я комментировал, два месяца назад, когда мы разбирали как раз последний отчет на Farm Perls, что еще буквально 2-3 месяца, и мы действительно выйдем на показатели до пандемичной американской экономики. Это, безусловно, позитивный момент для доллара, поэтому индекс американской валюты растет, и сейчас котировки по нему 103,67. Я думаю, что будет правильно, если мы вообще охарактеризуем торговлю этой недели как блестящую, друзья. Потому что все те тренды, которые мы определили, именно так и стали развиваться. Индекс доллара вырос, нефтянка перешла к восходящему движению и фактически уже приближается к первой цели. Европейская валюта валится, фунт, за которым мы долгое время не следили, но все-таки перед заседанием Банк Англии вчера решили поставить и на него, и оказались правы, потому что фунт обвалился в соответствии с сэмптным прогнозом. Американский фондовый рынок развивает мощное медвежье ралли, и связав снижение американской фонды через показатель корреляции с криптовалютным рынком, мы также поставили на ослабление курса родоначальника всей криптоиндустрии биткоина, и тоже оказались правы, потому что минимум, который был зафиксирован в ходе вчерашнего дня, 35 561 доллар. Это еще не предел, потому что лично мое мнение, биткоин фактически обязан с учетом текущей ценовой динамики, сохраняющейся степени реакции на рыночные настроения, может снизиться и обязан снизиться даже до 30 тысяч долларов за одну единицу криптовалюты. Возвращаясь к индексу доллара, почему же все-таки американская валюта растет? Это, в принципе, должен быть риторический вопрос. А если опустить подобную риторику и вернуться к причинам, почему мы ранее делали большую ставку на укрепление курса доллара, вы все должны сразу же ответить, сказать, что это крайне жесткая монетарная политика. И это действительно так, потому что на этой неделе, как вы помните, американский регулятор повысил ставку на 50 байсных пунктов, доведя ее до 1%. Решение было принято единогласно, плюс ко всему ФРС просигнализировал о том, что такие решения могут последовать и в дальнейшем, что существенно повысило вероятность еще одного не менее агрессивного шага по росту процентной ставки на одном из ближайших заседаний либо в июне, либо в июле. А я считаю, что и в июне, и в июле ФРС повысит процентную ставку снова на 50 базисных пунктов. Также американский регулятор озвучил планы по тому, как он будет избавляться от портфеля, облигаций, накопленных за время пандемии. Это казачейские бумаги и бумаги с ипотечным покрытием. Дорожная карта следующая. Июнь, июль, август сокращение будет осуществляться темпами по 47 миллиардов долларов. И в сентябре объем сокращения в долларовом выражении будет увеличен до 95 миллиардов. Первая реакция, как вы помните, в среду индекс доллара снизился. И на следующий день все, кто ставил на снижение американской валюты, был уверен в том, что разворот последует и индекс доллара будет дальше слабеться. Нашли почему-то мягкие комментарии в тех заявлениях, которые были сделаны Федрезервом на пресс-конференции. Я был удивлен этому, друзья, потому что я смотрел от первой до последней минуты всю пресс-конференцию Павла и могу точно сказать, что ни одного намека на мягкую монетарную политику, либо недостаточные темпы, ужесточения ее, не были сделаны. Вот то, что сейчас можно найти во многих статьях, якобы, что американский регулятор не допустил возможность повышения ставки на 75 базисных пунктов. Друзья, я точно могу вам сказать, не было такого комментария. Павел, отвечая на вопросы, коснулся этой темы, но отметил, что широко не обсуждается возможность повышения ставки на такой шаг. Но ключевое слово здесь широко, то есть как-то обсуждается. И если ситуация с инфляцией останется настолько критичной, как и сейчас, то сильных потребительских цен будет расти. Американский регулятор, конечно же, согласует этот шаг повышения ставки на 75 базисных пунктов. Доходности американских трежерис растут, это максимум, может, с 2018 года, 3,06 процента. Сейчас, друзья, будет еще выше. И на этом также доллар продолжит получать дополнительную поддержку. Если добавим сегодня к этому еще и сильный отчет по Non-Farm Perils, то, соответственно, быть индексу доллара уже до конца текущей торговой сессии выше 104 пунктов. По остальным финансовым максимумам европейская валюта 1,0526. Вчера снова тестировали поддержку 1,05. Покупатели риска, в принципе, пытались в среду перехватить инициативу, но долго это у них делать не получилось, потому что уже в четверг, то есть вчера, снова стали админировать продажи. Ранее касался темы евро, что здесь нужно смотреть на последствия нового пакета финансово-экономических санкций в адрес российской экономики, но это будет раскочивать риск потенциального усиления стихофляционных последствий, поскольку эмбарго на поставки энергоносителей приведет к росту цен на нефть, и рост цен на нефть разгонит инфляцию, инфляцию дает по потребительской способности европейских домохозяйств, по потребительской активности и вернет экономику в рецессию. На мой взгляд, это такие простые выводы, что не замечать их, игнорировать просто непростительно, друзья. Не может оказаться так, чтобы евро очутился в сказке и поверил в исключительно хорошие горизонты для экономического восстановления. Не бывать этому с учетом той политики, которая сейчас реализуется из-за ситуации в Восточной Европе. Поэтому ждем ниже отметка 1.04 и 1.03. Британская валюта 1.23.66. Я даже не припомню, друзья, когда в последний раз фунт был настолько аутсайдером. 300 пунктов снижения за одну торговую сессию. Мы на этом очень неплохо заработали. Кто-то скажет, что парадокс. Обвал на повышение ставки, причем на четвертом заседании подряд. Да, ставку подняли до 1%, наверное, на целых 25%. Но вся загвоздка была в комментариях. И Банк Англии отметил, что из-за растущих экономических рисков, из-за того, что цены на энергоносители повышаются и также ударили по потребительской способности британских домохозяйств, Банк Англии замедлит темпы дальнейшего повышения процентной ставки, либо вообще возьмет паузу. Потому что опасается, что еще большее ужесточение монетарной политики может стать причиной дополнительного усиления давления на экономику и привести к замедлению экономического восстановления. В этом есть своя логика. Я понимаю опасения британского регулятора, тем более, что по цифрам уже известно, что Англия терпит колоссальные убытки из-за санкционной политики, из-за высоких цен на энергоносители. Впервые, друзья, с 1963 года доходы британских домохозяйств снизились на 2%. Потребительская активность просела больше, чем на 5%. Тарифы на электроэнергию выросли за несколько последних месяцев вдвое и вырастут еще на 50%. Поэтому все худшее еще впереди, как с точки зрения роста инфляции, так и для последствий экономики. И, конечно же, те, кто рассчитывал на то, чтобы Банк Англии повысить процентную ставку до 2,5% уже к середине 2023 года, были разочарованы, потому что не бывает этому. И отсюда такая реакция британской валюты. Поскольку мы хорошо заработали на снижение фунта, я думаю, что испытывать удачу уже не нужно. Друзья, нафиксируйтесь и сфокусируйтесь на тех сделках, которые еще остались в работе и, в принципе, о которых я постоянно говорил. S&P цель 4100 пунктов, биткоин 35 тысяч, ближайшая цель. Рынок нефти 111.44, растем, ближайшая цель 115. Вчера, кстати, ее практически сделали. ОПЕК в соответствии с ожиданиями принял решение не менять существенно те квоты, которые ранее предполагали ежемесячное увеличение объемов нефтедобычи на 400 тысяч баррелей. Поэтому рынку нефти не стоит ждать облегчения за счет более высоких объемов нефтедобычи со стороны участников экономического пакта. Генсек ОПЕК Мухаммед Баркинда отметил, что если шестой пакет санкций ЕС против российской нефтянки вступит в силу, рынок ждет шок предложения. Причем объем выпадения нефти из глобального рынка будет настолько значительным, что никто не сможет его покрыть. Только лишь потому, что ни одна страна мира не обладает на текущем этапе достаточных свободных производственных мощностей. Поэтому, друзья, ждем бренд в районе 115 долларов и выше. И работы по тренду, который предполагает дальнейший рост курса американского доллара и слабость рисковых активов. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия этой недели. Всем пока!